Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале Экзегет читаем книгу пророка Исаии. Сегодня на очереди у нас вторая глава этой книги, которая начинается такой вводной фразой. Слово, которое было в видении к Исаии, сыну Амосову, об Иудее и Иерусалиме. Это похоже на начало первой главы, где в надписании всей книги мы встречаем слово «видение» — хазон. Но вот это не просто видение, какой-то образ. А из второй главы, из первого стиха мы понимаем, что в этом видении прозвучало какое-то слово. В видении пророк мог слышать слова и потом дальше передавать их людям. И вот это слово, прозвучавшее в видении к Исаии, сыну Амосову, об Иудее и Иерусалиме, составляет содержание второй пророческой речи Ишаяху Исаии. Следующие стихи со второго стиха по четвертый включительно, третий, частично четвертый, четвертый включительно, они почти дословно совпадают с тем, что мы читаем в пятой главе книги Михея, современника Исаии. Я прочту. «И будет в последние дни, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней народы». Имеется в виду Иерусалим, имеется в виду гора Дома Господня, на которой храм Господень, Иерусалимский храм. «И пойдут многие народы и скажут, «Придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и Слово Господня из Иерушалима». Сион и Иерусалим являются местом притяжения для всех народов, и они стекутся, потекут и взойдут к храму Господню, к Дому Господню в Иерусалим. «И будет Он судить народы и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы, не подымет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Замечательное пророчество, которое говорит о том, что будет в последние дни. «Последние дни» — это чрезвычайно важное выражение, с которого начинается пророчество «беахарит айямим» — «в окончании времен». Это синоним выражения «день Господень». «Ём» — «день», плюс тетраграмма — выражение, которое вводит в пророческий оборот слово «оборот письменных пророков» — пророк Амос. И другие пророки уже развивают тему Дня Господня. Вот здесь синонимичное выражение, похожее на него в последние дни. Речь идет о последних днях, о конце человеческой истории, когда Бог вмешается в историю человека, вмешается в суду, в историю всех народов, не только своего народа израильского, но в судьбу всех народов, когда совершится последняя битва Бога со злом, когда будет совершен страшный суд, и когда после всего этого, после всей великой битвы и после всей глобальной катастрофы наступит новый мир, новый миропорядок. И когда Господь будет уже царем над всею землею, и все народы охотно, радостно стекутся к Богу, стекутся в Иерусалим. Почему? Потому что оттуда, из Иерусалима, с горы Сион, как здесь сказано в третьем стихе, от Сиона выйдет закон, а Тора, Мицион, Теце, выйдет. И Слово Господне из Иерусалима. Вот этот двор Адуна, и Слово Господне, оно из Иерушалаема. Описывается состояние мира во Вселенной. Все народы будут жить мирно и не будут более воевать. Военные училища закроются за ненадобностью, ратный труд, нужда в нем отпадет, все люди будут жить мирно. Человеческие усилия, направленные на установление мира во всем мире, был такой лозунг «Миру мир», очень популярный, они малоэффективны. Существует Организация Объединенных Наций, до этого была Лига Наций. Все усилия этой международной организации достичь мира во всех народах пока не привели и навряд ли приведут к успеху. Люди по-прежнему учатся воевать, по-прежнему изготавливают оружие и перековывают, как говорит Йоэль, не мечи на оралы, а наоборот. Перековать мечи на оралы – это Исаия и Михей. А у Йоэля наоборот – «Перекуйте оралы ваши на мечи». Будто бы сегодня народы слышат призыв Йоэля, пророка Йоэля, а не слышат призыв Исаии и Михей. И перековывают свои орудия труда, свои плуги, лемехи плугов, орала, перековывают на мечи, вместо того, чтобы перековывать наоборот мечи на орала. и вместо того, чтобы перековывать копья на серпы, точнее на садовые ножницы, на секаторы, которыми обрезывают виноградные ветки, вместо того, чтобы перековывать копья на садовые ножницы, они предпочитают перековывать на копья. То есть мирный труд заменять военным, Мирную промышленность ставить на военные рельсы, увеличивать военное оснащение, гнать дальше вперед к пропасти гонку ядерных вооружений и вообще любых вооружений. И вовсе не совершилось, не сбылось до конца вот это пророчество, которое здесь произносит Исайя и параллель, которому мы находим у Михи, у его современника в книге пророка Михея. Вот это будущее, то, что произойдет в конце времен, оно еще ждет это пророчество своего исполнения. Да, частично в начатках своих это пророчество исполнилось с пришествием в мир того, имя которого самого мир, князь мира. И у Исаии мы встретим владычество его на раменах, его он князь мира. Мы связываем это пророчество с первым пришествием в мир Христа, но до конца это пророчество еще не исполнилось. И ждет оно своего окончательного и уже полного исполнения в грядущем. Когда люди перекуют действительно мечи на орала и копья на серпы, человечество об этом мечтает. Оно этого вожделеет. И гораздо больше людей на планете, которые стремятся к миру, нежели те, кто стремятся к войне. У здания Организации Объединенных Наций есть замечательная скульптура Евгения Вучетича «Перекуем мечи на орала». И там надпись из книги Исаии «Перекуют мечи на орала и копья на серпы». Это остается мечтой человечества. Но когда-то эта мечта будет осуществлена. И не столько усилиями людей, сколько прежде всего, а может быть и только непосредственным вмешательством Божьим. Тогда, когда Господь вмешается в историю вновь решительно. Когда наступит новый мир, а прежний мир насилия будет Богом разрушен. Насилие и зла. Когда будет царствовать по всей земле правда, справедливость, и сам Господь будет царем над всей землею. Его Мессия, Сын Божий, будет царствовать. И мы говорим, исповедуем это в символе веры. Царству его не будет конца. Это наше чаяние. Мы чаем не только воскресение мертвых. Мы чаем наступление во всем торжестве и во всей полноте наступления Царства Божьего на земле. И вот эти чаяния, они выражены в эсхатологических библейских пророчествах. Одно из самых ярких пророчеств эсхатологических, то есть говорящих о последних временах, о конце времен, содержится во второй главе книги пророка Исаии. Те же самые слова, абсолютно те же самые, за исключением лишь каких-то небольших служебных частиц, мы встречаем в пятой главе книги пророка Михея. Миха был современником Исаии. Может быть, они были знакомы. Исаия был столичным жителем, Миха жил в Морешете, в сельской местности, в долине Шфела. Вот там, в Шфеле, где иудейские горы постепенно переходят в филистимскую низменность, на пологих склонах, переходящих в низменность гор, там жил пророк Михей. Но пророчествуют они об одном и том же. Они были современниками. И можно задать себе вопрос, а кто кого цитирует? Исаия цитирует Миху, Михея, или Михей цитирует Исаию? Или они вместе цитируют кого-то? Вот для решения этой экзегетической задачи у нас есть несколько вариантов. Мы можем, ну, чисто гипотетически, опять же, это доказать невозможно. Мы можем предположить, что Исаия цитирует Михея, первый вариант. Второй вариант. Михей цитирует Исаию. Третий вариант. Они оба цитируют кого-то. Четвертый вариант. Им одновременно было от Бога одно и то же пророчество. Мы не можем этого исключать. И они его записали одними и теми же словами. Или они, или их ученики. Ну, и, наконец, есть еще один вариант. Пятый вариант. Редактор книг Исаии и Михея включил один и тот же текст в текст их книг. То есть, или это редакторская вставка, которая для обеих книг одинаковая, или первые четыре варианта, о которых я сказал. Как бы там ни было, видимо, мы так и останемся на уровне гипотез в решении этой экзегетической задачи. И, может быть, эти бесплодные усилия не следует и предпринимать. А лучше сосредоточиться не на происхождении этого пассажа, этого текста, а на его значении. А значение его неприходящее. И касается каждого из нас. Мы, представители всех народов, взойдем на город Сион. Потому что Тора Митсион ТЦ. Закон Божий, Тора Божья, выйдет с Сиона и Слово Господне из Иерусалима. И уже вышло Слово Господне из Иерусалима. Уже проповедь апостольская до краев земли прозвучала. Но еще не все народы стеклись к Богу Израилеву. Стеклись к Богу и помазаннику его, к Иисусу Христу. То есть окончательного исполнения это пророчество еще ждет. Как и многие другие пророчества. Ведь пророчество может быть произнесено однажды, но исполняться несколько раз. Вот для примера приведу хотя бы пророчество новозаветное. А именно эсхатологическую проповедь Христа на Масличной горе. Некоторые элементы этой проповеди, 24 глава Матфея, параллельные места, они уже совершились во время захвата римлянами Иерусалима. Когда в 70-м году римляне разрушили Иерусалим, сожгли храм, тогда исполнились многие слова Слов Христа. Слов Христа, которые прозвучали в ответ на вопрос учеников. Господи, скажи, когда будет кончина мира и когда совершится Твое пришествие. И вот некоторые из пророчеств Христа, произнесенных тогда на Масличной горе, они сбылись в 70-м году нашей эры. А некоторые еще ждут своего исполнения. А некоторые из них исполнились тогда, а еще исполнятся и потом. Такие загадочные слова, где трупом соберутся орлы, ну и слова, в которых описываются какие-то атмосферные, небесные, вообще глобальные небесные явления, они еще ждут своего исполнения. Вот так же и с ветхозаветными пророчествами. Пророчество может иметь не одну, а две, а то и три перспективы. И у того же Исаии пророчество может сбываться во времена Ахаза. Пророчества, связанные с младенцем, о них мы будем читать ниже, в 7-й, в частности, в 9-й главах. Это пророчество может потом исполниться еще раз во время пришествия Мессии, первое пришествие Христа. И христианская экзегеза ранних веков, классическая эпоха христианского толкования, связывает исполнение многих пророчеств, и в том числе и тех, которые исполнились уже во времена Ахаза частично, то есть за 7 веков до этого, связывает со Христом, с Иисусом. И те же самые пророчества, которые сбылись во времена Ахаза, сбылись во времена земной жизни Иисуса Христа, они же еще ждут своего и последующего исполнения. Ахарит Айамим в кончине времен, в последствии времен, в последние дни, в день Господень, второе пришествие Христа и так далее. Это чрезвычайно важное по содержанию одно из самых знаменитых и самых известных эсхатологических пророчеств, которое встречается дважды у Исаии и у Михея. Дальше, с 5 стиха продолжается пророческая речь. О, дом Иакова! Дом Иакова – это израильский народ. Обращение ко всему израильскому народу. «Придите, и будем ходить во свете Господнем». Свет Господень – это Его Слово. В 105 стихе 118, по еврейскому счету, 119 псалма, в самом длинном псалме, нашей 17-й кофизме, мы встречаем такие слова. Псалмопевец метафорически сравнивает Слово Божие со светильником и обращается к Богу такими молитвенными словами. «Слово Твое – светильник ноге моей, и свет стезе моей». Вот и здесь Слово Божье сравнивается со светом. В темном лесу, заблудившись, в пасмурную облачную ночь, невозможно из этого леса выйти. Нет света. А вот если у тебя есть светильник, фонарик, то ты легко по тропинке выйдешь туда, куда тебе надо. Вот так же человеку невозможно выйти из темного леса этой жизни, не имея яркого светильника. Апостол Петр сравнивает пророческое слово со светильником. Слово Божье, передаваемое через пророков, – это светильник, говорит апостол Петр в своем послании, светильник, сияющий в темном месте. И вы, говорит, хорошо делаете, что пользуетесь этим светильником. Вот и мы, дорогие друзья, будем пользоваться пророческим словом. Это светильник. Пророческое слово – это не слово Исаии, не слово Иеремии. Это слово Божье, которое пророки нам передают, а не глашатой этого божественного слова, этой божественной вести. И вот звучит призыв, обращенный к дому Иакова, но с домом Иакова ко всем нам, другим народам, приидите и будем ходить во свете Господнем. Свет Господень – это его слово. Дальше звучит уже речь человека, Исаии или кого-то другого, мы не знаем, обращенная к Богу. «Но ты отринул народ твой, дом Иакова, потому что они много переняли от Востока, и чародеев у них, как у филистимлян, и с сынами чужих они в общении». Филистимляне занимались чародейством, вражбой, гаданием, чарами какими-то. И вообще сыны Востока, связанные с магией, не случайно волхвы приходят в Евангелие от Матфея, движимые звездой, волхвы приходят поклониться Христу. Восток был славен своими чародеяниями, и Израиль, к сожалению, духовность израильской его религии была подвержена этим искушением, этим влиянием вот этой восточной духовности, восточных религий. К сожалению, сейчас верующие, в том числе христиане, крещеные, иногда увлекаются восточными культами. Поостережемся, послушаем слов пророка Исаии и не будем перенимать от Востока никаких чародеяний, как здесь говорится, чародеяний и многого того, что есть на Востоке. «И наполнилась земля его серебром и золотом, и нет числа сокровищем его, и наполнилась земля его конями, и нет числа колесницам его». Здесь гиперболически описывается все то материальное добро, серебро, золото, кони, армия, которыми переполнилась земля израильская, земля Якова. Но вот дальше продолжается, как бы эта цепочка речи, риторический прием такой, «И наполнилась земля его идолами». Ну хорошо бы серебром, златом, конями, колесницами, так вот еще и идолами. Импортируя коней из Египта и колесницей с Востока от филистимлян, импортировали еще и представления этих самых народов, ну а заодно и их истуканов, их идолов. Они поклоняются делу своих рук. Идолопоклонство, если дать определение этому понятию, что это такое? Это поклонение твари вместо Творца. Когда человек поклоняется, воздает божественные почести, даже самому великому из творений, солнцу, луне, звездам, римскому императору, это называется идолопоклонством. Это квалифицируется как идолопоклонство. То есть человек может сотворить себе идола, порой даже из очень хороших вещей, из силы оружия, из государственности, из патриотизма, из чего угодно, из любого человека. Человека угодия — это одна из форм идолопоклонства. Так вот, всему этому израильтяне научились у сынов Востока. И плохо сделали, что научились. За это ждет наказание, которое мы читали в предыдущей главе. «И наполнилась земля идолами, увы. Поклоняются делу рук своих, тому, что сделали персты их». Многократно будут звучать и у Исаии в том числе, и в псалмах звучат, и в других книгах. Насмешки в адрес идолопоклонников. Смотрите, поклоняются каким-то деревяшкам. Вот полено взяли, вытесли из него идола, из тукана, и поклоняются ему. А остатки сжигают у себя в очаге и говорят, «О, хорошо, погреемся, сейчас еще остатки этих дровишек нам пригодятся». Есть у них уста, но не говорят, есть у них руки, но не действуют, есть у них ноги, но не ходят, есть у них ноздри, но нет в этих ноздрях дыхания. Пусть да уподобятся все им же, этим безгласным, бездейственным идолам, те, кто их делают. И у Исаии в книге Исаии, мы эти насмешки услышим, и в других библейских текстах неоднократно они звучат. Смешон и жалок человек, который вместо Творца поклоняется изделиям собственных рук. «И преклонился человек, и унизился муж, и ты не простишь их». Ты – это обращение к Богу. Преклоняться человек должен только пред Богом. Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Ни звездам, ни рекам, ни королям, ни президентам не надо поклоняться. Один есть Бог во Вселенной. Каждому по его чести. Бога бойся, царя чти. Но эта честь, воздаваемая начальником, не должна переходить своего предела. Он такой же человек из плоти и крови. Он творение Божие, а не творец. И не надо превращать людей в божества, не надо превращать людей в идолов. Христиане предпочитали в древности, в римскую эпоху, принять лютую смерть, но отказывались почтить императора как божество. Сказали, мы за императора молимся, но мы не молимся императору. А римская власть им говорила, вы не лояльны по отношению к власти, вы мятежники, вы против порядка, вы вообще опасные люди, вы не патриоты, а хотите доказать свою лояльность римской империи пред гением императора, пред его изображением, гения императорского, бросьте просто раз в год на муниципальной площади горсть ладана на жаровню. И все, и вы нормальные римские граждане, послушные. Значит, вы не являетесь пятой колонной и врагами нашими. Христиане это отказывались делать, потому что они понимали, что это измена Богу, истинному Богу. Господу Богу поклоняйся, Ему одному служи. Из-за этого римская власть с ними расправлялась и как государственных изменников отправляла на лютую и жестокую смерть. Будем хранить себя от идолов и от всяческих форм идолопоклонства. То, что было актуально для христиан первых веков, то, что было актуально для еще более древних времен, времен пророка Исаии, оно не менее актуально и сегодня. Сегодня идолопоклонство, быть может, не так часто выражается в грубом фетишизме, но его другие формы по-прежнему широко распространены и актуальны, и будем от них беречься, остерегаться, чтобы нам не впасть в это беззаконие, которое Давид называет великим беззаконием и молится Господи, избави меня от великого развращения. Идолопоклонство – это духовное развращение. «Иди в скалу и сокройся в землю от страха Господа и от славы величия Его». Звучит обращение к дому Иакова. Не совсем понятно, что здесь означает сокрыться в землю от страха Господа и от славы величия Его. Видимо, грядет Господь во всем Своем величии, страх и ужас пред Ним охватят народ, когда совершится божественное наказание. «Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день». В представлениях всех людей и объективно, и субъективно высок будет только один Господь. И уже не будет никто подобно императору ассирийскому или князьям израильским гордо свои брови насупливать, щеки раздувать от самодовольства. «Все люди будут смиренно поклоняться Господу, отвергнув все свои ложные представления об иерархии в этом мире, и только один Господь будет высок в тот день». «Ибо грядет», грядет здесь в синодальном переводе курсивом, этого слова в еврейском тексте нет, «Ибо день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное, и на все превознесенное, и оно будет унижено». Смиренные называются в Евангелии блаженными. «Нищие духом, те, кто смиряются пред Богом своим, вот их Господь возвысит. А те, кто сейчас гордо поднимают свои брови и говорят высокомерное, надмиваются и называют себя владыками мира, царями царей, вот они будут унижены, и всякая власть будет унижена, и все короны будут сняты с голов всех владык и сложены к ногам Господа, к стопам Его. Все превознесенное будет унижено. Это будет в последние дни, в день Господень, как здесь сказано, день Господа Саваофа. Очень важное эсхатологическое понятие во всех пророческих книгах. 13 стих. «И на все кедры ливанские высокие превозносящиеся, и на все дубы васанские». Кедры ливанские, дубы башанские – это образы гордости превознесения человека. Кто бывал в Ливане, может посетить безусловно те кедровые заповедники, где до сих пор сохранились кедры. Они трех-четырехтысячелетнего возраста, эти величайшие растения. И в десятером их ствол не обхватить руками. И глубоко укоренены они, могущественные эти кедры. И вот если даже человек так же глубоко укоренен, он такой же толстый, как эти ливанские кедры, и такой же могущественный, или как башанские дубы, всему этому, всей этой гордости, всему этому высокомерию, Господь тоже положит конец. И эти кедры, они будут срублены и дубы пред Господом. И на все высокие горы, и на все возвышающиеся холмы. Здесь, конечно же, тоже человеческая гордость и человеческое превозношение уподобляются гордым и высоким горам, и холмам. Это тоже такой образ, взятый из природы для обозначения человеческого высокомерия, которому не должно быть место пред Богом. И на всякую высокую башню, и на всякую крепкую стену. Серия образов того же самого. И на все корабли фарсийские, и на все вожделенные украшения их. Таршиш, фарсис, синодального перевода, это далекая, трудно локализуемая страна, там, за морями синими, где находится в представлении израильтян край земли. Как сказал португальский поэт Луиш Камоэш, там, где заканчивается земля и начинается море. Он де атерасы, акабы и умар кумеса. Вот, может быть, этот Таршиш, это тортесское царство в Южной Испании, может быть, еще дальше, на запад это Атлантическое побережье Португалии, там, где были обнаружены финикийские колонии раскопанные, может быть, там этот самый Таршиш, туда в Таршиш фарсис бежал Иона от лица Господня. Книга пророка Иона об этом рассказывает. И вот там корабли эти, Таршиша, корабли Финикии, они могущественны, они покоряют моря. За две с половиной тысячи лет до ваш Кудагамы финикийцы обходили вокруг Африки. И в северной части Мозамбика обнаружены какие-то факты их присутствия в то время еще на побережье Индийского океана, Африканском побережье. Так вот, и на все эти гордые покоряющие моря корабли тоже будет наложен божественный вердикт, и эти корабли Господь тоже смирит. С помощью этих образов кораблей, украшений, которые здесь упоминаются, опять же представлена человеческая гордость, человеческое превозношение. «И падет величие человеческое, и высокое людское унизится». И вновь говорит пророк, «Один Господь будет высок в тот день». Тот день, айом гау, это то же самое, что в последние дни, и то же самое, что день Господень. Это все синонимичные выражения из эсхатологического словаря пророков, которые говорят нам о кончине мира, о новом времени, о победе Божьем, окончательной победе, в великой победе над врагом и установлении царства добра, справедливости, мира, благоденствия, изобилия на всей земле под непосредственным богоправлением. Вожделенная мечта и Израиля, и подсознательно всего человечества. Не организация объединенных наций, а сам Господь нас к этому приведет, к этому новому миру, который не построит ни капиталистам, ни коммунистам, а только Господу самому. Итак, 18 стих говорит нам, и идолы совсем исчезнут. Сегодня их много, идолов, и в прямом смысле, и в переносном, они все исчезнут. И день Господь будет высок в тот день, день Господень. Бедствия грядут на Вселенную, конечно, глобальная катастрофа ждет людей. Многие сегодня, как сказано в Евангелии от Луки, пребывают в унынии, в народах уныния, во всех народах, связанных с глобальными бедствиями, грядущими на Вселенную. Но, однако, это еще не конец. Все закончится хорошо. Решительным вмешательством Бога в историю людей и установлением Царства Божия во всей своей полноте и славе на земле. А перед этим ждут бедствия, ждут катастрофы, ждут эпидемии, ждут войны. Но Господь говорит, не ужасайтесь. И войдут люди в расселенный скал и в пропасти земли от страха Господа и от славы величия Его, когда Он восстанет, сокрушить землю. Да, земля будет сокрушена, но будет, как говорят пророки и как говорит новозаветное пророчество, апокалипсис Иоанна, будет новое небо и новая земля, очищенная божественным судом, божественным огнем и слава этого нового мира, слава Господня наполнит этот новый мир. В тот день человек бросит кротам и летучим мышам серебряных своих идолов и золотых своих идолов, которые сделал себе для поклонения им за ненадобностью. Они бесполезны, они даже вредны. Они не могут тебя спасти, эти идолы. Пусть они из серебра, из золота, из драгоценных камней. Бросит он кротам и летучим мышам эти идолы. Как часто в пещерах археологи находят разные изображения из серебра, из золота. В пещерах, в курганах, там, где живут кроты, там, где живут летучие мыши, находят эти древние украшения, которые часто носят ритуальный характер и изображают каких-то ложных божеств, идолов, представляют собой эти предметы сами по себе, предметы идолопоклоннические. И вот, казалось бы, слава, честь и богатство были у людей, но вот достались в добычу кротам и летучим мышам эти их поделки. Вот так же будет и потом. Кротам, летучим мышам Третьяковской галереи чему угодно достанутся за ненадобностью эти идолы и уже не будут преиспользоваться по своему прямому назначению ввиду их бесполезности. Религиозные чаяния больше не будут с ними сочетаться. Все религиозные устремления будут обращены к единому Господу, а не к идолам. Чтобы войти в ущелье скал и в рассеренный город страха Господа и от славы величия его, когда восстанется крушить землю. Так заканчивается предложение, начатое выше. В 21 стихе оно заканчивается, повторяются те же самые слова. 22 стих заключительный служит своего рода подведением итогов этой самой второй по счету пророческой проповеди книги Исаии. Звучит прямой призыв к людям, к дому Иакова, ну а вместе с домом Иакова ко всем нам, зрителям и участникам библейского портала Экзегет, перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит? Вот здесь еще раз говорится о том, что форму идолопоклонства могут быть разными, и может быть это грубый фетишизм, изделие из серебра и золота, а может быть и человек превращен в идола, и даже самый близкий человек, если мы ставим его выше Бога, как Иосиф Кобзон, который сказал, что мой Бог это моя мама. Он обожал свою маму, то есть ее обожествил и сделал из нее единственное божество для поклонения. Часто родители могут боготворить своих детей и тем самым губить себя и их. Все должно быть иерархично. Велик, божественное величие только у Господа, и только ему должны воздаваться божественные почести. А на человека мы не должны возлагать те упования, которые возлагаются только на Бога. И вот здесь дыхание человека в ноздрях его, это дыхание дает ему Вседержитель, и поэтому не он, даже самый могущественный человек на земле, римский император, Трамп, кто угодно, не он, не этот человек, должен быть предметом наших упований. Перестать мы должны на него надеяться, вообще на людей. В другом месте Священного Писания мы встречаем еще более жесткие и суровые слова в отношении тех, кто свое упование возлагают на людей, а не на Господа. религиозное упование должно быть возлагаемо только на Бога, единственного, кому принадлежит власть во Вселенной. Перестаньте надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит? Он ничего не значит, ответим мы на этот риторический вопрос. Вопрос, который ответ это не требует, он риторичен. Это утверждение в форме вопроса. Человек не значит ничего пред Богом. О ничтожестве человека пред своим Творцом, пред Богом еще не раз будет говорить пророк Исаия, и мы еще не раз прочтем слова, посвященные этой теме, в его Великой Книге. Запись делается для библейского портала Экзегет.